Нормально. Вот я зашла к соседке в гости. Ну вот рассказывайте, какая вот эта курица, вот эта серая? Это доминанты. Это все доминанты разного окраса. А, все доминанты разного окраса. Говорят, что у них очень крупные, хорошие и полезные яйца. Да, и очень они продуктивные. Нельзя. Очень продуктивные, несутся каждый день. Смотри, они меня за петуха держат, видишь? Они ручные. Видишь, за петуха держат. А можно яйца-то посмотреть? Сейчас нарисуем тебе. Сейчас посмотрим, какие у них яйца. А вот смотри, где они несутся. Вот это я им сделала, как он на весик. Вот там они несутся. А вот и яичко. Ой, а можно, да, его, Татьяна Васильевна, взять? Да, вот это пасхальное. Называется пасхальное. Вот такого цвета несут вот эти куры яйца. Как они называются еще раз? Доминанты. Доминанты. Видите, несут вот такие пасхальные яйца. И красить не надо на Пасху. Да. По-моему, во втором там тоже что-то лежит. Ну-ка, посмотрите. Они могут быть... Вот, сейчас нам покажут на сравнение. Одно светлое и мелкое, а второе крупное и темное. Ну, потому что они только начали. Вот только начали нести молодые несушки. Спасибо, Татьяна Васильевна. Так что вот такая замечательная порода кур. А теперь смотри, какая конструкция у меня. Ты видишь, домик открывается на летний период. А я им зимой не открываю, например, но у них это пластик. И у них световое решение целый день. То есть у них, видишь, нет стен. Да, 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 я посмотрела. А это еще именно знакомо. Световой день каждый день. Целый день. Целый день. Вот они как кушают в кормушке. Видишь, как в кормушке решение кормушки. И живот без петуха прекрасно себя чувствует. Ну все, курочки, пока-пока-пока. Пока-пока.